В Казань я приехала вчера утром после презентации в Москве в Институте этнологии и антропологии Иран нашего нового сборника, новой коллективной монографии по религии и радикализму в постсекулярном мире. И сегодня один из авторов этой монографии с французской стороны будет проводить лекцию здесь в 15-20, по-моему, в КФУ. И выступающий на презентации соавтор этой монографии, ну, понятно, я психолог, поэтому я, естественно, говорила о психологических проблемах, но все остальные авторы, они не были психологами. Это этнологи, историки, политологи, исламоведы, то есть люди совершенно разных профессий, но рефреном в их выступлениях звучало то, что сейчас вот эта психологическая причина вовлечения и психологические факторы вовлечения в экстремистскую деятельность выходят на первый план. То есть сейчас это основной фактор, который является существенным при анализе причин, при работе с участниками таких вот организаций. И это очень важно, то, что мы это должны обязательно учитывать, да, и поэтому любой психолог, который работает на своем месте и консультирует, например, семейные пары или там по поводу детско-родительских отношений, он должен обязательно понимать вот эту вот ответственность, да, и понимать суть того, что вовремя решенные психологические проблемы детско-родительских отношений, детские травмы, они могут фактически спасти и человека, и общество от вот таких страшных разрушительных последствий, с которыми нам уже приходится иметь дело, когда мы читаем сводки трагических новостей из каких-нибудь регионов, да, и недавний вот эпизод трагический в Кизляре – это лишнее тому подтверждение. Вот, поэтому тут, конечно, мы все должны осознавать свою колоссальную ответственность в этом аспекте, и это обязательно думать и понимать, и чувствовать. Если переходить, у нас сегодня вот весь день мы специалисты, то есть у нас, опять же, я повторюсь, что у нас научно-практические семинары, поэтому я бы хотела, чтобы у нас было активное обсуждение, да, чтобы мы могли поделиться своими наработками, и впоследствии мы планируем транслировать этот опыт и в другие регионы, поэтому сегодня очень важно нам вот именно обсудить, что наиболее эффективно. Вчера Наталья Юсуфовна представила вашему вниманию один из возможных вариантов работы, которые можно проводить в школах, в других образовательных учреждениях с целью, фактически тоже профилактики вот таких вот явлений среди подростков и молодежи, но зачастую у нас нет времени для того, чтобы вот проводить, например, серию мероприятий, да, и я знаю, что часть из присутствующих здесь иногда приглашают, например, в какое-то образовательное учреждение для того, чтобы рассказать, условно говоря, да, вот что-то о том, как страшен там экстремизм подросткам, например, да, что-нибудь такого типа. А вот прочитайте, ко мне часто в Москве обращаются с такими предложениями, а давайте вы где-нибудь вот прочитаете лекцию, там семинар проведете о том, как страшен экстремизм, как молодежи туда не вовлечься, ну, погрозите пальчиком, скажете, не ходите, там страшно, там опасно, да, значит, вот, и вот, ну, чтобы это привело, так сказать, к результатам вот этой профилактики, скажем, вот. И вот здесь мы должны очень четко осознавать, какие механизмы запускаются в тот момент, когда мы начинаем эту работу, да, то есть вот, ну, пришел преподаватель, там, лектор, там, религиозный деятель, психолог, да, что-то такое рассказал, прочитал, а что потом произошло, да, а вот каким эффектом это привело, а приводит ли это к тем эффектам, которые мы ждем, да, вот мы сейчас рассказали, показали страшные картинки, значит, вот какие там, значит, где-то там запрещенные в России организации, значит, какие страшные там люди, вот, и все сразу забоялись и никогда больше туда не пойдут и вообще даже и думать об этом не будут. Так ли оно на самом деле бывает, да, всегда ли прямая такая вот эта вот профилактика, она эффективна. Вот это вот очень важные и серьезные вопросы, о которых мы должны сегодня очень так вот глубоко поговорить, вот, значит, первый вопрос, который возникает, и зачастую меня просят рассказать, допустим, об исламе, ну, о его, так сказать, там, отличительных и важнейших аспектах, о основах вероучения, ну, так, чтобы это было понятно школьникам и молодежи, ну, подросткам, безусловно, это уже о старшем возрасте идет речь, вот, но вот мы здесь, когда с коллегами говорили о том, что, да, так могут пригласить и попросить рассказать, но как не попасть в ситуацию, когда нас привлекут уже, соответственно, за, значит, по закону Яровой, вот, уже по другому, да, поводу, да, понимаете, то есть мы должны понимать, что мы здесь должны соблюдать баланс такой, да, то есть как бы мы вот балансируем в очень таком пространстве, которое законодательно очень четко очерчено, и мы должны это пространство для себя видеть, да, вот где моя ниша, где я могу и что я могу сказать и сделать, потому что, опять же, если мы приходим, например, в какой-нибудь вуз, школу, колледж и рассказываем, что, значит, вот мы мусульмане, наша религия самая правильная, самая лучшая, так сказать, единственно правильная, вот последняя там и так далее, да, ну, то есть с точки зрения вероучения, то это как раз уже и попадает под ту самую статью, так сказать, то есть здесь мы уже находимся уже в другой, уже законодательной такой ситуации, когда нам тоже нужно очень четко понимать, что и как мы говорим. Поэтому, когда мы читаем лекции подобного рода, мы прежде всего должны понимать, что мы выступаем в данном случае как лекторы, как преподаватели, да, то есть и выступать от имени третьего лица, да, для того, чтобы это не было пропагандой нашей религии, да, и для того, чтобы это не было уже, так сказать, причиной какого-то обвинения нас в миссионерской деятельности, это обязательно должно быть от третьего лица, то есть мы рассказываем о исламе как религии, да, да, ислам – это такая религия, которая, мусульмане считают, что в исламе люди руководствуются тем-то и тем-то, да, то есть определенные вот такие вот положения рассказываем, при этом мы говорим не о себе, да, вот в данном случае мы от своей идентичности как бы отходим, да, и мы не говорим, что мы считаем, и для нас самое важное, мы считаем, что это самое главное, да, а мы рассказываем об этом как о, так сказать, о как, ну, в данном случае как просто вот преподаватели, которые несут определенную информацию, да, здесь очень важно, то есть мы подбираем, естественно, тот материал, который мы считаем необходимым в данной группе, да, ну, согласно возрасту, так сказать, там, на цели нашего мероприятия, ну, мы даем какой-то материал, я обязательно в этом случае говорю о тех требованиях, ну, помимо того, что я рассказываю там немножко исторических фактов и рассказываю об основах вероучения, я говорю о, естественно, личности мусульманина, какие высокие требования предъявляются в исламе к нравственности, к личности, к отношению с другими народами, извините, сейчас я звук выключу, это у меня тут, к отношению с другими народами, с представителями других религий, да, то есть вот этот межрелигиозный диалог, о том, как относится, обязательно здесь это важно об этом говорить, о том, как относится духовенство, например, и какие фетвы издаются, осуждающие радикализм и экстремизм, да, то есть мы должны обязательно вот на эти вещи обращать внимание, потому что это очень важно показать, что само мусульманское сообщество, оно осуждает и категорически не приемлет террористическую, экстремистскую деятельность, не поддерживает таких людей, да, то есть это очень ответственно и очень важно, да, то есть, во-первых, мы должны вот эту информативную часть, да, вот здесь вот, ну, тут я готова, я говорю, к обсуждению, ну, вот, на мой взгляд, очень важно, чтобы это ввелось от третьего лица, да, то есть не от себя, и второй момент, что мы должны обязательно вот показывать именно вот эти вот нравственные основы, взаимоотношения в семье, воспитание детей, вот такие вот очень важные моменты духовные, нравственные, которые важно вот показать с точки зрения ислама, да, вот, потому что, конечно, за одну короткую лекцию рассказать детям подробно о всех тонкостях бывает очень сложно и невозможно, естественно, всегда возникают вопросы, вопросы возникают острые, как вы понимаете, вот там, ну, любят спрашивать и про многоженство, там, и, так сказать, про всякие другие такие вот, ну, вещи, которых наслышаны, вот, поэтому всегда надо давать возможность и время для обсуждения и для вопросов, вот, поэтому, собственно говоря, вот это вот такая вот информация, которая обязательно должна даваться, вот, ну, а потом возникает вопрос, естественно, вот мы рассказали об этой, так сказать, вот, стороне и дали определенную информацию, подчеркнули важные какие-то для себя аспекты, которые связаны с исламом, ну, потом, естественно, возникает вопрос, ну, а как же тогда, вот, а мусульмане-то, тогда вот эти вот террористы-то, которые вот чего-то там делают страшное, они же себя мусульманами называют, да, вот как же тогда, да, да, откуда они-то взялись, вы так хорошо рассказали нам все, все такие, значит, вот, белые и пушистые, все такие хорошие, столько требований, такая нравственность, и вообще все так хорошо, и вдруг, значит, вот, а как вы про это, вот, и здесь, конечно, очень важно вот объяснить, и в данном случае я сейчас вот, сейчас, так, минуточку, сейчас я не буду останавливаться на тех, ну, слайдах, которые я показываю там об исламе, понятно, что там кто исповедует ислам, там какие религиозные нормы, а здесь я вот уже показываю, и перехожу, когда вопрос возникает о том, значит, как же так, почему же принято считать, принято считать, что среди мусульман, в общем-то, много радикалов, допустим, да, то тут я вот привожу пример одного из авторов нашей вот этой монографии, недавно вышедшей, Оливье Руа, очень известного французского исламоведа, чья вот эта фраза, которая стала уже крылатой и используется очень часто, и она должна стать ключевым объяснением того, почему, к сожалению, к большому сожалению, нередко именно ислам сейчас связывают с радикализацией или радикализацию с исламом, да, вот эта вот замечательная фраза о том, что происходит не радикализация ислама, а исламизация радикализма, да, вот это вот очень важно, то есть расставить правильно акценты, причины и следствия, да, что первично, а что вторично, вот, и, собственно, уже отталкиваясь от этого, дальше можно поговорить о психологических причинах и психологических аспектах вовлечения и молодежи, прежде всего, вот в религиозно мотивированную экстремистскую деятельность. И здесь важно учитывать особенности возраста и различные психологические аспекты, о которых мы вот сейчас как раз и поговорим. Значит, ну, прежде всего, исследования показывают, что, безусловно, наибольшую вовлеченность и увлеченность различными экстремистскими идеями, не только религиозными, а любыми другими, обнаруживают молодые люди вот в возрасте от 16 до 25 лет в силу особенностей своего возраста, да. Вот мы вчера говорили о духовной компетентности, о нашей пособии, называется «Формирование духовной компетентности и психологической устойчивости молодежи». И Наталья Юсуфовна мне сказала, что возник вопрос о том, что такое духовная компетентность. Вот, на мой взгляд, как раз именно несформированность духовной компетентности у молодежи, она и приводит к тому, что любая информация, даже абсолютно искаженная, совершенно невероятная, абсолютно несовместимая с нормами религии, она может быть воспринята за чистую монету, просто потому что эта духовная компетентность совершенно не сформирована. То есть молодежь, вот я могу судить о московской молодежи, потому что я уже 25 лет преподаю в вузах, и, конечно, я хорошо знаю молодежь и отношение к религии, потому что, в частности, я последние несколько лет преподаю психологию религии. Когда мы начинаем говорить о религиозном факторе в целом, в обществе, то подавляющее большинство молодежи реагирует очень критически и отрицательно. То есть для них религиозный фактор – это вообще что-то такое, ну, вообще совершенно находящееся вне сферы их внимания и понимания. Очень многие вещи абсолютно поверхностно анализируются, ну, даже вообще не анализируются, а представления о них абсолютно поверхностные. И поэтому человек, который совершенно лишён знаний религиозных вообще, каких-либо представлений совершенно не сформированы, никаких ценностей и установок, да, потому что компетентность, она включает в себя все параметры – это и знания, и ценности, и установки, и поведение, да, это вот комплексный. Почему компетентность? Не знания, да, не только знания, а вот целостный, комплексный такой конструкт, который позволяет человеку уже чувствовать свою, как бы, вот, состоятельность в определённых вопросах. И когда мне преподносят ту или иную информацию, я уже в состоянии пропустить её через определённый фильтр и понять, правда это или ложь, может ли быть такое на самом деле или не может быть, да. А, к сожалению, наша молодёжь, она очень мало имеет такой вот, то есть она практически, эта компетентность не сформирована, и в результате любая информация, которая попадает в голову, она может быть, так сказать, воспринята за чистую монету. Для молодёжи характерна повышенная внушаемость и, так сказать, подверженность манипулированию, особенно, конечно, когда это представители референтной группы, то есть значимые для подростка, а, к сожалению, для подростка, ну, не к сожалению, это, в общем-то, черта подросткового возраста, что для подростка значимыми являются сверстники, а не взрослые, да, и поэтому мы, там, учителя, родители, вот опять же на презентации книги по радикализму Зорин рассказал о том, что в Чечне сейчас учителя проверяют у подростков, у школьников телефоны на, значит, на то, что они там пишут в социальных сетях, вот. Ну, мне, честно говоря, кажется этот опыт достаточно таким иллюзорным, потому что, ну, наши молодёжь и наши подростки, они гораздо более осведомлены о том, как, так сказать, там, что можно и что нельзя и как это скрыть в социальных сетях, чем учителя, например, или родители, да, и поэтому проверяя, это не метод работы, да, вот такой вот, то есть, ну, проверим мы, так сказать, ну, нам подросток покажет хорошую чистую страницу, вот, и при этом, то есть это неэффективный метод работы, это иллюзия такая, да, что вот я проверил, значит, отчитался, что вот там в соцсетях всё чисто и ничего никаких экстремистских и ни в каких группах экстремистских этот подросток не состоит, да, вот, ну, как ты найдёшь у него все, там, две, три, четыре, пять страниц, с которых он заходит в какие-то соцсети, да, там, и так далее, но мы все понимаем, о чём идёт речь, да, поэтому это немножко как-то так наивно звучит, при всём моём уважении, так сказать, к докладчику, это немножко наивно, потому что я, как человек, который работает с молодёжью, я понимаю, что это, ну, вот, и сама имею сына такого же возраста, я понимаю, что это, ну, совершенно вот смешно даже так вот говорить, покажи мне, с кем ты там общаешься и что ты пишешь, да, вот, это, в общем, достаточно такая иллюзия большая нашего контроля, вот, окружающие молодые люди, которые являются значимой группой, значимым сообществом для подростка, они, конечно, имеют гораздо больше на него влияния. Обязательно важно понимать, что ни в коем случае при, на лекциях, на семинарах по профилактике экстремистских явлений мы не можем действовать напрямую и говорить о, там, я не знаю, о том, какие последствия, как это опасно, как это страшно, попасть в такую организацию, какие у этого могут быть последствия, и как люди оказываются за решёткой после этого, потому что, к сожалению, для подростков это имеет абсолютно противоположный эффект. Романтизация и героизация противоправных действий в подростковой среде – это один из важных совершенно факторов. И у нас на кафедре, в моём вузе, вот, на кафедре этнопсихологии, наш заведующий кафедр Олег Евгеньевич Кухлаев и его коллеги много исследований провели среди подростковой среды, и очень много написано статей на эту тему. Кого интересует, я могу прислать, так сказать, вот, описывающие психологические механизмы этого явления, когда это работает абсолютно противоположным образом. Понимаете? Какие-нибудь там экскурсии в какие-то там страшные места. Да, вот, это всё то, что является привлекательным для подростка. Вот это всё то, показ каких-нибудь картинок, например, фотографий, да, так сказать, вот фотографии представителей или там аватарок каких-нибудь запрещённого вот в России, да, Иш, да, вот, это как раз те маркеры, которые сразу включают интерес, да. О, интересно, здорово, да, и я-то уже так могу. И вот эта вот схема, что за счёт этого можно очень быстро, например, там, прославиться, да, стать известным, популярным, да, вот это опасно. Молодёжь рассказывает в своих интервью, молодёжь рассказывает о том, что, например, ну, для того, чтобы быстро завоевать популярность, допустим, в подростковой среде, да, в молодёжной, ну, достаточно начать, например, употреблять наркотики, да, и показать, какой ты крутой, да, вот, то есть это часто, мотив этого очень часто бывает именно такой, что вот я сейчас для того, чтобы завоевать популярность, я покажу, что я не боюсь, да, что мне это не страшно, что я не боюсь каких-то там последствий этого, я не боюсь там правоохранительных органов, да, вот я сейчас сразу, и это моментальный, вот в интервью показывают, интервью показывают, что это моментальный переход из, скажем так, ну, как молодые люди говорят, так сказать, там, из лузера, да, сразу в лидера, да, условно говоря, то есть ты сразу переходишь, вот это вот, это очень важный механизм, мы должны понимать, как он работает, поэтому в школах и запрещены, и очень с большой настороженностью относятся к профилактике, например, вот наркотиков, таким же образом, когда приходят и рассказывают, знаете, ребята, есть такие-то виды наркотиков, употреблять их страшно, а эти вообще можно запросто сделать, так сказать, и вот их делают тут на коленке, да, а вот это в аптеке вот купить, вы не ходите в аптеку, не покупайте лекарство вот такое-то, потому что из него, да, вот, это все, ну, вот прямая, так сказать, вот эта вот трансляция, вот это вот, как это, ага, значит, так вот говорят нельзя, значит, точно вот это нужно сделать, и я сразу перехожу в другую категорию, понимаете, обо мне сразу узнают, обо мне напишут газеты, там, обо мне будет знать сообщество, меня там будут, там, уважать, там, да, потому что я крутой и так далее. Вот этот очень важный момент, который мы зачастую упускаем, то есть как бы вот благими намерениями вымышлена дорога в ад, это как раз вот про этот самый случай, мне кажется, да, когда мы вот начинаем об этом говорить напрямую и вот как раз и вовлекаем молодых людей вот в эту вот деятельность, почему именно мы начали и построили свои лекции таким образом, что вчера именно Наталья Юсуфовна показала такой, скажем так, позитивный образ, да, того, как это нужно делать, то есть прямая профилактика и прямые разговоры о том, что этого нельзя, это страшно, они приводят к обратным эффектам, да, вот, то есть здесь мы должны понимать, что профилактика религиозно-мотивированного и любого другого вообще экстремизма – это очень долгое, сложное и непростое дело, и оно не решается какими-то там… 10 лекций я прочитала, да, там, допустим, рассказала, и все, все сразу стали такие вот уже профилактически подготовленные и уже никуда не вступят никогда, понимаете? Дело в том, что совершенно четко надо понимать, что причинами вовлечения в экстремистскую деятельность являются огромное количество психологических причин и проблем. Если говорить дальше вот о привлекательности вот этой экстремистской пропаганды, то она как раз и работает на молодежь очень хорошо, потому что она как раз выполнена в стиле привлекательном для молодежи, когда вот эти вот картинки и фотографии, так сказать, специальных… Я никогда их показываю только в какой-то вот специальной среде, так сказать, там, ну, может быть, среди имамов, допустим, когда подобного рода лекции приходится читать, да, потому что, конечно, молодежи показывать там скачущих на конец, развивающимися там нарядами, так сказать, там, и оружием, там, и таких героических вот этих вот, ну, вот, вы понимаете, да, личностей, это, конечно, исполненных вот в виде героев-боевиков, там, каких-то супергероев, там, сверхчеловеков, да, это, конечно, вот как раз та самая реклама, да, поэтому она ни в коем случае не должна быть показана. Причем, видите, используются в рекламе этого явления экстремистского используются маркеры героизма, брутальности, мужественности, такой вот, да, жертвенности, то есть это то, что цепляет, конечно, да, то есть это то, что позволяет сразу стать вот на ступеньку выше и перешагнуть в другую уже, так сказать, плоскость, вот, что тоже очень важно об этом помнить и знать, да, вот это вот очень такой серьезный момент, и я думаю, что каждый из нас должен пересмотреть серьезно текст того, о чем он говорит с молодежью, вот, учитывая вот этот вот важный психологический момент. Дальше нужно понимать, что психологическими причинами вовлечения в экстремистскую деятельность являются абсолютно разные причины, которые, как вы видите, перечислены на слайде, и они являются типичными чертами современного общества вообще, да, современное общество – это общество одиноких людей, да, вот мы от коллективизма перешли к индивидуализму стремительными шагами, где каждый сам по себе, и по большому счету сейчас, в общем-то, никто особенно в душу никому не лезет, никто не знает, кто чем занят, мы все спешим, родителям некогда, учителя замучены всякими отчетами и прочими бумагами, да, и по большому счету никто, что там у молодежи происходит в душе, что у нас друг у друга происходит в душе, что мы чувствуем, какой груз мы переживаем, это по большому счету всем сейчас совершенно все равно, мы просто не успеваем, не находим для этого времени, сейчас другое время, мы все время бежим, да, И поэтому это одиночество и потребность найти то сообщество, где ты значим, где тебя ценят, где ты интересен, или где, по крайней мере, тебе создадут иллюзию этого. А все деструктивные, религиозные и вообще экстремистские организации создают иллюзию значимости для каждого нового члена. Есть такой даже термин, как бомбардировка любовью, то есть попадающий туда человек, он сразу чувствует к себе внимание, что его оценили, только среди нас ты сможешь реализоваться, только тебя не ценит это общество, а здесь мы тебе покажем правильный путь, единственный правильный путь, и ты пойдешь им, и здесь ты реализуешь все свои возможности, способности, таланты, которых у тебя великое множество, а вот эти вот люди, они просто тебя не оценили, да, и выбросили тебя за борт этой жизни, а тут ты можешь, так сказать, очень хорошо и успешно реализоваться. Вот интересно, что очень часто в таких организациях экстремистского толка очень жесткая структура и жесткая иерархия и жесткая организация. И вот здесь современные исследователи говорят о парадоксе жизни, о том, что наша жизнь настолько, в принципе, свободна по сравнению с жизнью человека лет сто или даже пятьдесят назад, у нас такое количество возможностей, шансов, так сказать, мы, в принципе, настолько как бы от многих вещей сейчас свободны, что у ряда людей возникает очень сильная потребность структурированности жизни, да, чтобы пришел кто-то и сказал, как надо правильно жить, да, чтобы за меня кто-то решил, надо идти так, одеваться так, это не надевать, это не слушать, тут не говорить, здесь там не есть, ну и так далее. Понимаете, такая жесткая структура иерархия, чтобы было все четко и понятно, что делать, что не делать, да, что можно делать, что нельзя делать, чтобы это было абсолютно четко и ясно. Вот, и поэтому вот эти организации, они с этой точки зрения тоже очень привлекательны, потому что не надо думать, не надо размышлять, четко тебе все объясняют, что надо делать, в какой момент, что носить, что не носить, с кем общаться, с кем не общаться, вот. Вот, и поэтому люди вот нередко действительно и ради этого примыкают, да, потому что все, они начинают себя ощущать частью большого целого, они ощущают свою значимость в этой части, да, вот в этой, вот в этом целом, вот, и они знают, что им делать, все ясно и все понятно, да, так сказать, вот. Конечно, сейчас еще в обществе очень распространено, особенно среди молодежи, явление такой социальной аномии, да, аномии, то есть такое безразличие и среди молодежи даже часто показное такое пренебрежение законами и нормами общества, да, ну и что, что так принято в обществе, ну и что, что так нехорошо, а так плохо. А мне все равно, я хочу и буду делать так, да, вот для меня это не важно, я все равно буду вот делать таким образом, потому что мне наплевать на общество, да, я вот как хочу, так и живу, да, ну и кто сказал, что так нельзя говорить там старшим, или это вредно, или это там что-то опасно, да, вот, вот это вот такая аномия среди молодежи, она особенно остро проявляется, да, то есть я живу так, как мне нравится, как мне удобно, как я хочу, вот. Вот, и, собственно, тенденции к этой социальной аномии, они, в общем-то, прослеживаются очень активно в обществе, что тоже большая проблема для всего общества вообще, да, то есть это вот такая болезнь, скажем так, современного общества. Мы с вами, к сожалению, по, опять же, трагическим новостям и случаям убийств каких-то страшных, видим, что сейчас катастрофически снизилась значимость человеческой жизни вообще в принципе. Как своей, так и чужой, вот, человек, который легко убивает другого, убивает себя, вот, пишет при этом в интернет дневник, да, там выкладывает это, так сказать, вот. Это, конечно, очень такой серьезный и уже на уровне такой патологии, скажем так, да, вот такой тренд печальный очень, который показывает, вот, современное состояние, опять же, ценности человеческой жизни, да. С одной стороны, мы, вроде бы, движемся в сторону личной индивидуальной свободы, там, гуманистических идей и идеалов, да, и где человек – это наивысшая ценность его жизни, так сказать, и здоровье, и безопасность, вот. Вот, а при этом обратной стороной этой медали является, вот, абсолютное безразличие, да, вот, просто попробовать убить, просто, вот, это, в общем, очень тяжелый тоже такой симптом современного общества, современного мира в целом. Как по отношению к… Видите, причем не случайно вот эти вот эпизоды, когда человек там сначала убивает кого-то, потом себя, да, потому что это и по отношению к другому, и по отношению к себе такое равнодушие. И такая, в общем, легкость в этом смысле, вот. Ой, так. Еще очень важным аспектом, о котором мы должны поговорить, это так называемый латентный экстремизм, то есть такой скрытый, дремлющий экстремизм, да. Человек пока не проявляет никаких активных действий, не вступает, вроде бы, ни в какие организации, но он мысленно внутри себя сочувствует этому всему, у него уже существует некая готовность, да, и вот таких людей, как показывают исследования, их достаточно много, которые сочувствуют и при каких-либо обстоятельствах, при стечении каких-либо обстоятельств, тоже готовы вот к вступлению в какую-то организацию, либо к каким-то единичным наследственным действиям. То есть у них уже есть вот эта вот психологическая готовность, она сформирована. Это могут быть разные совершенно факторы причиной, и ученые выделяют и внешние, и внутренние, и микрофакторы, и макрофакторы, и социально-экономические, и политические, и личностные. То есть здесь очень много всяких факторов, которые работают на формировании вот этой вот готовности к экстремистской деятельности. Но самое главное, что мы должны понимать, что объектом нашего пристального внимания должны становиться не только и даже не столько те дети, подростки, которые активно выражают свою мысль, да, открыто, вот-вот они, и они ее показывают, и нам хотя бы понятно, что за этим стоит, и что вот такое есть. А что рядом с ним сидит еще 10-тире там неизвестно сколько молодых людей, которые сочувствуют, которые, может быть, не будут, и которые будут тихо сидеть, а в какой-то момент, когда что-то, вот, какие-то точки сойдутся, да, вот, он пойдет и сделает что-то. Один сам по себе, не вступая ни в какие организации, не примыкая ни к каким, так сказать, там, или, вот, как, там, в случае с последними трагическими событиями, там, за день до этого вступил в ряды ИГИЛ по, запрещенной в России, по, значит, интернету, да, то есть, или написал, что он является, да, является ли он, разделяет ли он на самом деле или нет. Нет, просто вот какая-то накопилась уже, вот эта вот, какая-то точка невозврата пошла, да, и он, вот, и в Европе это фиксирует, вот, наши французские коллеги об этом как раз рассказывали, и я думаю, что сегодня на лекции тоже об этом, сами, извините, они будут говорить об этом тоже, что вот, то есть, накапливается какой-то потенциал, вот, этот вот внутренний вот этой готовности, да, а потом человек, вот, совершенно, может, даже ничего и не слышал про эти вообще идеи до этого, а потом ему, о, а пойду-ка я и сделаю это, да, вот, вот, и решу одновременно, там, сразу кучу своих проблем, да, вот, кажется ему так. Понятно, что это иллюзорно, но, однако, мы должны понимать, что к экстремизму чаще всего склонна травмированная личность, да, то есть, любые травмы, поэтому я еще раз говорю, возвращаюсь к одному из своих, вот, посылов в этом нашем семинаре о том, что любые травмы в детстве, любые нерешенные, непроработанные психологические проблемы могут стать причиной такого поведения, да, и поэтому любой психолог, фактически занимаясь своей обычной работой, да, профессиональной деятельностью, консультированием, диагностикой, он фактически занимается профилактикой этого явления. И поэтому то, что сейчас в школах мало психологов или их практически нет, и они завалены какой-то бумажной работой, вот, Наталья Юсуфовна, вот, жертва как раз этого, вот, потому что человек 10 лет проработал в школе и просто вынужден был уйти, потому что это не согласуется с профессиональной деятельностью вообще, то есть то, чем ей приходило заниматься, да, это вообще не профессиональная деятельность, а сплошная какая-то такая бумажная администрирование и так далее, да, вот, и мы просто не видим, что происходит с нашими детьми, да, когда один психолог на, там, 15 школ, допустим, да, там, не знаю, там, полторы тысячи детей, например, да, ну, как тут, как можно отследить, кто травматизирован, кто одинок, кто по какому поводу страдает, у кого какие проблемы, да, как это можно даже отследить, даже диагностировать это невозможно, просто невозможно, да, сейчас разговоры идут о том, что весь психолога надо вернуть в школы, вот, ну, я не знаю, надеюсь, что эти разговоры действительно закончатся делом и тем, что психологи действительно появятся, реальные психологи работающие, у которых есть возможность поработать с ребенком и вовремя провести диагностику, и вовремя помочь ему, и поработать с семьей, вот, то, чем и должен заниматься ребенок, психолог в школе, вот, но не знаю, насколько это все, так сказать, получится, и как это будет, пока неизвестно, выльется ли это в какое-то конструктивное дело. Исследователи, которые занимаются изучением личности, представители экстремистских организаций, описывают портрет религиозного экстремиста как человека, у которого неадекватная самооценка, элементы расщепления личности, что это значит, то есть человек вообще какие-то действия свои считает не своими, да, то есть вот это я вот что-то вчера сделала, но это вообще не со мной было, понимаете, то есть как бы вот такое идет определенное раздвоение личности, когда что-то негативное человек как бы вообще вот вытесняет из своего сознания, да, вот очень часто у травмированных личностей такое бывает, и психологи знают, что вот когда какая-то психологическая травма происходит, вот человек вытесняет это из своего сознания, а потом нередко вообще даже не помнит, что это с ним было вообще, что это с ним произошло, вот, И здесь вот тоже очень часто, то есть он вообще как бы вот живет в двух мирах одновременно, то есть как будто бы даже это и не с ним происходит вовсе. Недостаточная личностная идентичность, то есть вообще неосознанность того, кто он, зачем он и так далее. Да, вот идентичность вообще очень важный такой психологический конструкт, который позволяет человеку чувствовать себя представителем каких-то определенных сообществ, так сказать, там своего пола, гендера и так далее. Да, сейчас это очень часто бывает все размыто, и он вообще не понимает и ориентиров не видит. В связи с этим возникает сильная потребность присоединения к группе, нередко это обостренное переживание социальной несправедливости, изолированность, отчужденность, ощущение потери жизненной перспективы и вот эта постоянная агрессивная оборонительная готовность. Но дело в том, что для молодежи и подросткового возраста такое агрессивное решение проблем, оно вообще свойственно, в принципе, это такая тоже черта, особенно для молодых людей, резкость, такая категоричность, агрессивность. Но мы должны понимать, что агрессивностью сейчас наполнено вообще наше общество в целом. Но если мы включим телевизор и посмотрим какое-нибудь ток-шоу политическое, то там сплошная агрессия, то есть такой зашкаливающий градус агрессии, который транслируется из фильмов, всяких различных криминальных сюжетов, ток-шоу. Вообще, мы все переполнены вот этой агрессией. И, конечно, дети, которые вырастают в обществе агрессивном, они сами, у них складывается модель, что вот агрессия это, так сказать, такой вот абсолютно естественный способ. И выброс этой агрессии, он может быть очень травматичным, да, то есть дети не учатся такому легитимному и менее травматичному выбросу агрессии. Это же агрессия, ну да, это естественное свойство человека, но нужно же знать, как ее транслировать, как от нее, так сказать, избавляться, и как ее безболезненно для окружающих и для себя, так сказать, как с ней жить вообще. А, к сожалению, современное общество диктует такую открытую, прямую, жесткую форму агрессии, когда все это, в общем-то, решается очень жестко и травматично. Что тоже является отрицательным, конечно, примером. То есть если ребенок дома слышит одну ругань, в школе слышит одну ругань, да, и, так сказать, все время какие-то такие агрессивные моменты, то, естественно, что и сам он, у него такой механизм и формируется, да, то есть он по-другому просто и не может. Никаких других механизмов взаимодействия с окружающим, кроме агрессивного, у него не сформируется, естественно. Ну вот, индивидуально личностные качества, которые характерны для представителей экстремистских организаций, это агрессивность, как я уже сказала, часто депрессивные состояния, и депрессивные состояния, как связанные с какими-то, так сказать, психосоматическими проблемами, так и потерей смысла жизни, нежелание жить, так сказать, такие вот экзистенциальные уже такие проявления, скажем так, депрессии, чувство вины, приписывание другим и себе недостатка мужественности, эгоцентризм, да, вот я в центре всего, и мои желания, мои устремления, мои интересы – это самое главное, все остальные пусть потерпят меня, потребность в риске, принадлежности к группе, поиск сильных ощущений, да. Ну, я думаю, что уже читая вот это описание, мы уже сразу можем представить себе тех молодых людей, которые вот как раз в себе часто и сочетают вот эти вот черты, да, которые, то есть, и фактически надо понимать, что если вот эти черты есть, то зернышко может прорасти такое нехорошее в любой момент и при любых обстоятельствах, да, то есть тут наше внимание должно быть очень таким глубоким, неповерхностным. Так, и вот я бы еще хотела бы поговорить о активном вовлечении в экстремистские организации женщин. Дело в том, что здесь играют роль целый ряд социально-психологических факторов. Помимо всего того, о чем я сказала, мои собственные исследования и наблюдения, например, в республиках Северного Кавказа, где я достаточно много лет работала, проводила исследования и интервью с женщинами, говорят о том, что вот сейчас современное общество, оно очень сильно меняется, да. Мы знаем, например, общество Северного Кавказа, в частности, вот как пример приведу, как традиционное общество с определенной моделью взаимоотношений между полами, с определенной ролью женщины в этом обществе и так далее, да. Вот, но мир меняется и меняется очень стремительно, и эти отношения тоже изменяются, и вот эта традиционная модель отношений, она постепенно трансформируется, а в некоторых случаях даже полностью разрушается. А новая модель отношений, она не всегда формируется. Женщины сейчас зачастую чувствуют потребность в каких-то новых ролевых сферах своей реализации. То есть, допустим, женщина хочет работать, да, вот она хочет активно заявлять о себе, так сказать, там, в профессиональной деятельности, в общественной, там, даже в политике, как мы видим, да. То есть вот мы видим сейчас примеры тому, достаточно часто возникающие, вот. Но нередко общество все еще не готово к этому, да, и такой вот легитимной реализации своих потребностей и возможностей у женщины может не быть, да. И вот нередко, а как раз экстремистские организации, они, увы, к сожалению, достаточно активно привлекают женщин к этой деятельности, опять же, давая возможность как бы реализовать себя, да. Вот ты в этом традиционном обществе, живущем по адатам, реализовать себя не сможешь, потому что здесь тебя сковали этими адатами, там, всякими традиционными моделями, так сказать, этих вот взаимоотношений, а здесь ты можешь играть активную главную роль. И посмотрите статистику и, опять же, вот европейские исследования, что сейчас происходит феминизация терроризма, да. И в зарубежных, вот в европейских странах женщины составляют от четверти до половины состава экстремистских группировок, понимаете. Это же очень тоже серьёзный такой фактор. То есть это вот при этом, как мы все с вами прекрасно понимаем, что роль женщины в исламе, да, это человек, который даёт жизнь, да, которого Господь наградил возможностью давать жизнь, а не забирать её, да. То есть роль, такая роль, которую играют эти женщины в экстремистских террористических организациях, она прямо противоположна той роли, которая предназначена женщине Всевышним, да, вот. И недаром выпущены фетвы, осуждающие привлечение женщин к такой деятельности, да, потому что это прямо противоположно предназначению женщины в исламе. Однако же, как мы видим, статистика показывает, что вот эти организации используют вот эту женскую нереализованность в целях, так сказать, вот вовлечения и решения каких-то своих задач, да. Вот. Я об этом факторе сказала, вот о нереализованности, как одном из, да, потому что я ещё раз говорю, что все те же самые факторы, которые работают в целом, они работают и с женщинами, там, и одиночество, и психологические травмы, и различные другие факторы, это всё то же самое работает, да, и агрессивность. Женщина более эмоциональна, поэтому она, если уж она обовлекается, то она обовлекается всей душой, и не ради каких-то меркантильных целей, да, а именно потому что она эмоционально разделяет эту идею, и она будет её отстаивать, да, то есть, как бы, это такой вот эффект очень тоже. Агрессивность женщины, вот сейчас, по-моему, да, вот агрессивность женщины, знаете, это вот как женский алкоголизм, говорят, не лечится, да, вот так же и женская агрессивность, она гораздо тяжелее поддаётся коррекции психологическими методами, нежели чем мужская агрессивность, потому что для мужской роли агрессивность в определённых дозах, она, в принципе, свойственна и так, да, но мужчина, это вот по, так сказать, своим уже социальным параметрам, он несёт в себе какую-то долю там мужественности, брутальности, сейчас, конечно, время меняется, сейчас непонятно, так сказать, и гендерные роли настолько сильно изменились, что сейчас непонятно, кто чего на себе несёт, да, но, тем не менее, всё-таки некая такая вот мужественность, и связанная с этим определённая, так сказать, агрессивность, значит, в защитно-обронительных целях, она всё равно обществом легитимизирована, да, а вот женская нет, женская это вот как бы не свойственно женской природе, и поэтому она, если уж она этот вирус женщину поражает, то это очень тяжело поддаётся коррекции, и очень вот психологи пишут об этом, что это вот практически очень с трудом поддаётся какой-то вот психологической именно трансформации, вот, поэтому это тоже очень важно понимать и осознавать, да, что вот роль женщины в современном мире претерпевает существенные изменения, и не всегда возможность какими-то, скажем так, правовыми и социально одобряемыми методами себя реализовать приводит к тому, что женщина оказывается в тех ситуациях, где ей дают возможность себя реализовать уже не правовыми методами, вот, и неодобряемыми обществом, вот, это тоже очень такой важный момент.